Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие рыбаки! Сегодня мы с вами сплетём наипростейшую мушку, оранжевую. Для этого нам потребуется перо и, собственно говоря, нить. Ситуация нынче сложная, цены на всё растут, так что не исключено, что и мухи подорожают где-то в 2, а то и в 3 раза. Ну, хотелось бы верить в то, что это не сбудется, но мы реалисты, поэтому я всегда буду свою аудиторию настраивать на то, чтобы люди обучались вязать мухи самостоятельно. То бишь может случиться такая ситуация, что денег не будет хватать на что-то приобрести. Поэтому, имея какие-то навыки, можно связать самому. Не обязательно, чтобы она там красиво и эстетично выглядела. Достаточно сделать вот хотя бы вот такой экземпляр. Летом рыбачил, прекрасно бралось, поэтому это всё проверено, опробовано, как говорится, неоднократно. Тем более, ролики на канале есть. Можете просмотреть и, собственно говоря, убедиться в том, что я как бы это не обманываю. Примерно за июнь, за июль и за август, кстати. Вот именно летние ролики. Потому что сейчас я пока не рыбачил, хоть и середина марта почти, а мороза стоять, дай бог. Вот. По ночам ниже 30. Вот куда? Да и лёд на речке, во-первых, всё в Торосах, а во-вторых, где-то он нормально, а где-то, наоборот, тонкий. Поэтому, да и бура нету. Бур у меня в посёлке остался, в другом. И, соответственно, просил человека привезти его, но он подзабыл. Но подзабыл, так подзабыл, ладно. Потеплеет, мужиков стрельну, может, сгоняем, порабачим. Да и тем более, если потеплеет, реку пронесёт, можно найти безопасные места, выйти на лёд, как в прошлом году, и половить хорюска, попробовать как раз и испытать какие-то обманки. Ну, либо на супер кембриков наделаем. Посмотрим, на что брать будет. Если будет брать, как в прошлом году, на кембрики, кембриков наделаем. Надеюсь, вот наматываю на крючок. Вот так вот намотать, я думаю, каждый сможете. Всё. Сейчас закрепляем первую. Согласитесь, ничего сложного в этом нет. Обмотать крючок ниткой. Всё, обмотали. Зафиксировали узелком одним. Всё, чтобы оно никуда не делось. И спокойненько работаем. Создаём уже, как говорится, окончательный вид обманки. Вот единственный минус. Вот эти перья, они, вот я их покупал. Вот сейчас неизвестно, какая на них цена будет. Вот. Единственное, что. Но, какая бы цена ни была, всё равно мухи перекроют это запасом. Сейчас мы закрепим это перо. Здесь просто надо поаккуратнее. И по-это осторожнее. Осторожнее вот это вот всё. Ну, всё, готово. Закрепили. Можно проявить фантазию. Здесь сделать, как бы, билайном оранжево-чёвленьким или каким-нибудь другим цветом на ваш вкус и цвет. Пройтись уже двумя комбинациями нитей. Тут, как говорится, каждый на что гораздо. Тем более, как двумя нитями проходил, тоже всё есть на ролике. Ой, на канале на ролике, говорю. В роликах моих. По-моему, где-то за... По-моему, в осенних каком-то одном из роликов. Я что-то нечто подобное делал. Кстати, можно на яльца её использовать. Тоже попробовать. Но, если на яльца использовать, то делать... Здесь чёрненький... Типа, как чёрненькую головочку делать. А тут делать сегментарно, но белой нитью. Подопарше. Или бледно-жёлтенькой такой. В зависимости от того, какая нитка есть. И та, и та идёт нормально. Всё. Ниточку убираем. Всё. Всё. Готово. Рыбачьте. Делайте такую же муху. Пробуйте. Если кто будет рабачить о своих результатах, напишите в комментариях. Работает и работает. А я уже, когда начнётся уже, как говорится, конкретный сезон, буду испытывать. Ну и, соответственно, показываю результаты на Ангаре. Ну, а на этом всё. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить теперь уже особенно актуальные видео. Бесплатные способы обеспечить себя рыболовными расходниками на сезон. А на этом всё. Всем пока. Пока.